Итак, всем привет! На очереди у нас очередной отборочный матч, где Исландия принимает Германию. Германия наконец-то вышла на чисто первое место, обогнав Армению, которую вынесли в предыдущем матче 6-0. Там была, в принципе, отличная статистика. Получалось где-то 11 ударов створа и 6 мячей залетело. Ну, почти 50%. Если не брать этот матч, такой, как исключение 6-0, то, в принципе, немцы забивают немного. Всего где-то чуть меньше двух мячей там. Вот. И... А Исландия забивает еще меньше всего около одного мяча. А пропускает в среднем где-то около двух мячей. Первый матч, конечно, немцы выиграли отборочный там в марте, когда был там 3-0. Еще при старом тренере, при Лёве. Вот. Я не думаю, что сейчас при новом тренере что-то сильно поменяется. Немцы все равно должны проходить. Исландию... Вопрос только, что взять, какой коэффициент. Потому что на победу очень мало дают 1-2. Ну, с каким счетом, да, допустим. Ну, можно, конечно, взять total 3-b, если там что-то больше там ожидается там, да, идти от возврата. Ну, не факт, что они и 3 мяча наберут. Но там коэффициент, если total 3-b, то получается 1-7. Но здесь, как бы, есть вопросы, что могут. И не забить столько мячей. Вот. Вот. И разгром, я думаю, что не ожидается, потому что это уже третья игра подряд в сентябре. Поэтому есть еще такой вариант, что победа в Германии, P2, в 2-3 мяча. Там коэффициент 2-15, коэффициент повыше. Ну, вероятность, что именно где-то там 2-0, ну, 3-0 с натяжкой там, там, 2-1, 3-1, там, выиграют. Вот. Ну, есть еще такой тоже коэффициент, как бы, тоже более вероятный, надежный. Это победа второго, да, Германии. И плюс количество голов от 2 до 4, общий total такой. Там, в принципе, коэффициент надежный какой-то 1-8. Так что все, смотрим футбол, болеем за наших. Все, пока.